В этом году от небывалой жары страдают жители многих стран. Так, в Канаде на улице больше 30 градусов, но из-за высокой влажности ощущается, как все 40. За два месяца от перегрева погибли более полусотни канадцев. В соседних штатах о погибших не сообщают, но и там сезон выдался жарким. В Японии в июле зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений – 41 градус. В Украине в первые два месяца лета было несколько температурных рекордов, один из них – Харьковский. 26 июня столбики термометров показали в городе 35,8 градусов тепла. Пока это самая высокая температура нынешнего лета. По словам семноптика Валентины Муратовой, август также будет жарким и засушливым. Мы ожидаем на 5 число прохождение холодного фронта, днем небольшой дождь и понижение температуры. Весь август прогнозируется на 2 градуса теплее нормы и количества осадков мало. На лето приходится пик солнечных и тепловых ударов. Основные симптомы перегрева – слабая заторможенность, тошнота, головокружение, повышенная температура, учащение дыхания и пульса. Если человеку стало плохо, первое, что нужно сделать – это отвести его в тени, приложить к колбу холодный компресс. Оказывать помощь нужно быстро. Постараться вернуть человека в сознание, разными методами, помассировать определенные крупные сосуды, шеи, уши. Обязательно дать прохладной воды, приток свежего воздуха, обеспечить приток воздуха, чтобы человек дышал. И по ситуации желательно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Специалисты советуют летом надевать головной убор. Это поможет хотя бы частично избежать солнечного удара. Также стоит уменьшить физические нагрузки, больше пить жидкости и не переедать. Юлия Бойко, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».